Весы, приветствую вас! Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. И сегодня мы с вами посмотрим ваш второй прогноз на май 2024 года. Чем для вас обернется месяц? Какие энергии он привнесет и подарит? Потому что он обещает для вас быть максимально плодотворным. Итак, давайте смотреть, анализировать, к чему же стоит подготовиться. Основные энергии, работа, финансы, здоровье, личная жизнь и совет от карт. Арканы перед вами, они хорошо видны. Давайте с вами приступим. Итак, у вас на энергии месяца ложится аркан-дурак. Арканы обновления, нового пути, новых возможностей, лёгкости, новых, знаете, как бы даже не то чтобы начинания, новых энерговибраций. Потому что что такое дурак? Это сбросить в себя груз старого, это смело идти в новое. И я не могу сказать, что вы особо здесь оглядываетесь назад. То есть новые проекты, новая работа, у кого-то новые отношения. Плюс сама по себе почему карта лёгкости? Потому что путешествие может не быть и краткосрочного характера, ну по принципу там на один, на два дня куда-то поехали. Но эмоций и радости будет просто масса. Потому что по дураку это то, что приносит полностью обновление. Как мы его взгляд на жизнь, но взгляд на вещи. У некоторых может быть вопрос зачатия или деторождения. Для некоторых из вас это просто вопросы, связанные с детьми. То есть будете заниматься их развитием, участвовать, помогать в каких-то соревнованиях, конкурсах. Потому что здесь сконцентрированность на вашем детище. Что бы это ни было. Хобби, бизнес или ребёнок. Посмотрим, как отыгрывается, в какой нише. Дурак и семёрка мечей. Сейчас объясню. Дно колоды, рыцарь мечей. Итак, отыграться может в двух аспектах. Первое. Не быть дураком, не хлопать ушами, чтобы вас не обегорили или не обманули. Потому что видите, рыцарь мечей и семёрка мечей. Это ситуация, когда за вами могут пристально наблюдать, собирать какую-то информацию. Поэтому будьте бдительны, чтобы не давать какие-то конфиденциальные данные. Чтобы вы потом из-за утечки информации не потеряли свои ресурсы. И второй момент. Это в какой-то степени ситуация плагиата. То есть когда вы что-то увидели интересное, подсмотрели, взяли себе на вооружение, привнесли нечто новое. И у вас как новый продукт или новая услуга. То есть то, что вы можете дарить социуму. Смотрим на вопросы работы. Тройка монет. Стабильность, карьера, работа кипит. Причём процессы, которые могут быть невидимы многим, для вас будут очень продуктивные. То есть вы, может быть, коллеги не будут обращать внимание, как вы работаете, как вы трудитесь. Но это как работать на благо себе, на перспективы повышения по карьерной лестнице. Карта может отыграться для каждого из вас по-разному. Поэтому посмотрим, как она прозвучит для тех, кто сейчас не работает. Здесь по аркану влюблённые. Ну, во-первых, основная работа – это может быть быт. Это может быть забота о вашем партнёре или партнёрше. О семье. Потому что дну кого до десятка мечей, я не вижу здесь работы как таковой. То есть ваша ежедневная обязанность – это создавать комфорт, уют и заниматься повседневными делами. И менять текущую концепцию вы не будете. Вас пока устраивает таковое положение вещей. Всё, что вы здесь можете взять себе на вооружение, это активно развивать какое-то хобби, какое-то новое увлечение. Но это больше не спозиция заработка, а для себя, для души. Если вы у нас соискатель, туз монет, стройка монет, вот вам ваша возможность, ваш шанс. Однозначно трудоустройство. Новые перспективы. И стабилизация текущего положения вещей. В таком случае это может быть трудоустройство, когда какая-то часть у вас идёт, так сказать, официально, остальное – в конверте. Дальше. Для тех, кто у нас является наёмным сотрудником. Вот то, о чём я говорила. Процессы, которые, возможно, не видны многим, но будут видны и очевидны вам. Потому что тройка монет и маг – это совершенствовать свои навыки, свою деятельность, свою экспертность, мастерство. И, как следствие, получать или продвижение по карьерной лестнице, или если вы работаете даже по найму, допустим, стилист, парикмахер, какой-либо мастер. То есть это настолько отточить свой профессионализм, что вам там будет сумасшедшая запись. Так, для тех, кто владеет собственным делом. Тройка монет и шестёрка монет. Это, знаете, руководствоваться таким посылом, если что-то хочешь получить или получить больше. Сначала отдай сам. Сейчас объясню. То есть для привлечения клиентской базы. Это, знаете, как дать какой-то подарок, или, может быть, какую-то услугу, или, может быть, какую-то скидку. Или если вы оказываете какие-то услуги, например, обучение, то дать один-два урока бесплатно, там, групповое занятие, чтобы люди посмотрели, как вы преподаете этот продукт, как вы его преподносите. И, как следствие, заинтриговать и тогда заработать на этой вот ноте новых клиентов, новых заказчиков. Дальше. Финансовая сторона вопроса. Десятка жезлов. Сложности. Сложности не потому, что нет денег, а потому, что будет очень-очень много трат, которые вы себе не запланировали. Поэтому здесь такая вот позиция, как объять все сразу на все траты. И на отдых, и на, может быть, какие-то вещи для себя любимых, и на какие-то бытовые нюансы. Это, может быть, и ремонт дома, и какие-то плановые покупки. То есть здесь только успевай находить ресурсы. Поэтому, да, очень большие растраты в мае. Состояние здоровья. Шестерка мечей. Шестерка мечей на самом деле положительная карта, позитивная в плане эмоционального, и физического, и ментального состояния здоровья. Но здесь, исходя из визуального ряда, обратите, пожалуйста, внимание на вопросы зрения. Почему? Потому что по шестерке мечей у некоторых, может быть, это, знаете, как вопросы глазного давления. У кого-то это связано с погодой, у кого-то со сменой часовых поясов. То есть часто, допустим, если вы в перелетах, поэтому может, знаете, как немножечко здесь зрение подпросесть. Поэтому акцент на этом. Так, личная жизнь. Король чаш. Король чаш у нас аркан эмоций, любви, взаимопонимания, поддержки. Это выступать в какой-то степени дипломатом в вашем союзе. Независимость этого, мужчина вы или женщина. Сглаживать острые углы, острые моменты. У некоторых действительно может быть на повестке не обращение к психологу, взаимодействие с ним. Но основной посыл это также влияние мужчины водной стихии, рак, скорпион или рыбы, на вашу личную жизнь. Будем смотреть, как это отыграется для вас. Для тех, кто у нас свободен. Король чаш и двойка чаш. Но обретение любви, отношений, построение союза. Если вы мужчина, понятно, что для вас король чаш, это может быть ситуация, когда вас кто-то с кем-то познакомит. То есть друг, коллега, который повлияет на эту ситуацию. И, так сказать, позволит вам найти вот то ваше дополнение, как, знаете, вашего брата-близнеца, близнецовое пламя. То есть ту партнершу, которая будет соответствовать всем вашим критериям. Для тех, кто у нас в любовных треугольниках. Король чаш и императрица. Для некоторых из вас это обретение нового статуса, создание новой семьи. Поэтому арканы здесь говорят о проявлении чувственности, эмоциональности, любви, заботы и поддержки. Если вы в стабильных отношениях, королева мечей. Девушки, женщины, для вас это вы. Играете ключевую скрипку в этих отношениях. По принципу мужчина голова, а вы шея. Куда повернете, так и будет. Но и здесь вот действительно как тонкие, грамотные манипуляции. Тонкие, грамотные действия, которые позволят вам создавать ту зону комфорта в союзе, к которой вы стремитесь. Смотрим совет. По семерке жезлов. Это рьяно отстаивать свои позиции, свое мнение, свое видение любой ситуации. То есть знаете, как настаивать на своем и топнуть ножкой. Потому что здесь не уступать никому. Вот ни под кого не прогибаться, не адаптироваться. Пусть социум адаптируется под вас. По крайней мере в течение мая месяца. А мы посмотрим неожиданность периода. Дом, сад и женщина. Итак, для кого-то это обретение партнерши, построение отношений. Знакомство может быть на расстоянии или в поездке. Для тех, кто уже в союзе, это укрепление отношений. Это новые люди, вхожие в дом. То есть это, знаете, как новый круг знакомых, новый круг общения. Нельзя сказать, что это как проходной двор. Но будет очень много гостей. Потому что дом, сад и карта женщины. Это вы, знаете, как радушная такая хозяйка. Всех принимаете, готовите, всех участвуете, балуете. А если это мужчина, то это, знаете, как гордость за свою вторую половину. Если не рассматривать это в контексте личной жизни, то данная связка арканов с точки зрения работы, это как предстание, это зона комфорта. Причем женщина, которая будет продвигать ваши интересы в коллективе. По состоянию, связанной с деньгами, это очень большие растраты. Могут быть как, так назову, на светские мероприятия, так и все, что связано у вас с недвижимостью. Будет там погашение кредита, какие-то, может быть, задолженности, если там по коммунальным платежам. Или просто обустройство дома и создание зоны комфорта. Поэтому потрясающий месяц. Пусть так и будет, так вам и закроем. От вас я буду ждать обратной связи, поэтому не забывайте писать, как отыгрывается у вас информация, как она с вами резонирует, какие события у вас происходят. Может быть, у кого-то отыгрывается в большей степени по асценденту. То есть дайте знать. Мне будет интересно прочесть, что там у вас на самом деле. Я вас благодарю за то, что вы со мной. С вами не прощаюсь. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!